На прошлом эфире мы обсуждали, значит, с заявлением Пескова о том, что, значит, прекратите покупать туалетную бумагу, да, значит, обосрались, обтекайте, видимо. А тут подоспели, значит, чиновнички, значит, из кого там, Минздрава, да, Министерства здравоохранения. Михаил Мурашко, значит, в ходе совещания у президента с членами правительства заявил, что производители дистрибутора лекарственных средств в России не испытывают проблем с производством препаратов. Поэтому гражданам не следует делать запасы лекарств. У нас проблем нет. Делать запасы не нужно. Он подчеркнул, что стоимость лекарственных средств, входящих в свисток жизненных, необходимых и важнейших, может меняться только, цитата, по объективным причинам. Ну, по объективным причинам, вот, курс доллара вырос, лекарства в два раза выросли, да. Ранее, значит, нехватку лекарств в аптеках заместитель министра здравоохранения объяснил повышенным спросом. Вот поэтому, видимо, пошли такие, значит, заявления. Кроме того, Минздрав опровергает дефицит жаропонижающих для детей. Значит, он говорит, что вот такого у нас вот точно вот нет. 7 миллионов упаковок и бупрофена и парацетамола. Все есть в наличии. Проверяем наши аптеки. Да, ну, а что вы ожидаете от правительства? Что вы думаете, что нам скажет министр здравоохранения, что у нас проблемы? Ну, для него это будет сразу приговор. Это сопоставимо с заявлением о отстатке, о уходе. Ну, понятно же, что они будут извиваться, врать, говорить, что у нас все нормально, что у нас всего достаточно. Достаточно, ну, люди-то, да, видят реальную ситуацию, реальную картину. Когда он говорит, что не надо делать запасы лекарств, что они в достаточном масштабе. Почему мурашка не говорит о стоимости этих лекарств? Почему он не говорит, как министр здравоохранения, он должен выйти и сказать, слушайте, у нас проблема, у нас за три недели лекарства выросли в полтора раза. И по нашим оценкам они вырастут еще в два раза. Почему он не призывает, не привлекает внимание к проблеме? Почему он не говорит, что нужно выделить деньги, там, субсидировать производителям? Или, значит, из-за разницы курса валют, то, что мы покупаем из рубежа, это большая часть, к сожалению, не только всех лекарств, но и медицинских изделий в том числе. Почему он не говорит, что нужно компенсировать то, что у людей нет денег все это купить? Он выходит и говорит, ну да, все нормально. У него-то все нормально, никто не сомневается в этом. С его баснословной зарплатой и возможностями. А люди каждую копейку считают. И они скупают даже не столько, потому что это будет дефицит, чего тоже они боятся и тоже вполне вероятно. Они переживают, что цены вырастут. И Мурашка на эту тему не сказал ничего. Ну, я как считаю, что было бы очень справедливо, да, в качестве наказания заставить Мурашка, ну, после того, как все это правительство, к черту матери, будет отправлено в отставку, чтобы они жили на 13 тысяч рублей. Вот они сделали мрот. Пенсионеры живут, многие гораздо меньше получают пенсии. Граждане трудящиеся, вот те, кто живут на 13, пусть проживет. И потом посмотрим, как он будет рассказывать, что все нормально, не надо идти в аптеки. Когда ты сегодня приходишь, а завтра ценник, каждый день ценник переписывается. Потому что разница курса валют. Потому что есть определенный дефицит. Потому что поставки не налажены там или где-то сбои, или просто не поставляют эти препараты, потому что раскупают население. Я считаю, что это абсолютно бессовестная позиция руководства. Это достойно самой что ни на есть звания антинародной власти. Вместо того, чтобы войти в проблемы, в положение людей, в их проблемы, сказать, что, блин, да, у населения есть опасения, и мы должны соответствующим образом отреагировать. У меня установка для каждого региона. Я лично буду спрашивать с вас каждый вечер. Буду обзванивать вас, будем там группы, я не знаю, в WhatsApp'е делать. Чтобы говорили, получилось ли увеличить в два раза, в пять раз, значит, снабжение аптек лекарствами. И если спрос превысит предложение, предложение превысит спрос, будет снижение цены. А когда, простите, нету там препаратов, ну, там же бизнес, аптеки, это же предприниматели, они своего тоже не упущат, они понимают, что спрос высокий, а лекарств не так много. Поднимем цену, все равно все купят. Вот есть такая тема, есть закон о контроле, да, ограничении роста цен на жизненно важные препараты. Такая вроде классная тема, ну, вот, ну, действительно классно, да. Есть препараты, которые, без которых человек не может обойтись, от которых зависит не просто здоровье, жизнь человека, и на них должны быть фиксированы цены. Правительство сделало соответствующие нормативные правы, там все прописано, я лично это читал. Ну, в конце этого документа прописано, что на аналоге эта ситуация не распространяется. И если есть, условно говоря, какие-то западные или какие-то другие, под другим названием, другой торговой маркой препараты, может в три раза быть дороже цена. Ну, так получается, что люди приходят купить что подешевле, что по фиксированной цене, а этого препарата нет, а приобрести надо, поэтому берут то, что есть на прилавках, даже если оно дороже, эта лживость власти, она повсеместна, в том числе в вопросе вот таких стратегических направлений, как обеспечение населения лекарственными препаратами. Самое основное, над чем сегодня должен работать господин Мурашко, совместно с Министерством промышленности и торговли, это вопрос импортозамещения. Это, помните, как вышел, кто это говорил, Песков, что ли, говорил? У нас, говорит, есть вся рецептура, у нас есть все рецепты, все составы, а что вы не делаете тогда их? Возьмите государственное, значит, унитарное предприятие, вложите в него какие-то деньги, построите это производство, раз у вас все есть, и пусть там будет фиксированная цена, пусть задача у этих структур будет не извлечение, максимальное извлечение прибыли, а удовлетворение потребностей производства. Ну, давайте так, если бы власть пошла по такому пути, был бы хоть один адекватный человек, который бы вышел и сказал, у нас подорожали цены, да они не могут подорожать, потому что эти препараты, эти лекарства развезли по всем аптекам и сказали продавать по определенной цене, а там, где отошли, там все, там статья. Но они же так не работают, он выходит и говорит, у нас все нормально, у нас все хорошо, у него задача прикрыть проблемы, как у его коллег в других сферах, сформировать у людей ложное ощущение, что они все контролируют, они ни хрена не контролируют. Кроме, они даже яхты свои не контролируют с виллами, которые арестовывают каждый день по всему миру.